Он мастерски режет корнишоны и за считанные секунды готовит домашний майонез. Бренд-шеф одного из самарских ресторанов Дмитрий Рюмин родился в Омске, учился в Питере, в Самару приехал 8 лет назад в командировку, влюбился, женился и остался навсегда. Волга, сосновые леса, здесь просто очень клевая природа. Традиционный оливье бренд-шеф готовит совсем нетрадиционным способом, сказывается специализация. Дима – повар японской кухни. Вначале все обычно – режутся вареный картофель и морковь. Затем в салатную миску добавляются мелко нашинкованные корнишоны. Единственное, кто не любит острые, можете заранее заморочиться и чуть-чуть добавить меда и подержать их в меду. Тогда они будут еще хрустящие и слаще. Зеленый горошек, который обычно используют из консервированных банок, нужно обязательно заменить свежим, можно замороженным. Мы его бланшируем в кипятке и все. То есть он сохраняет свой цвет, вкус, да, у него, ну, прям как летом. И самая главная фишка нетрадиционного оливье – как истинные волжане, меняем привычное мясо, ветчину и колбасу на раковые шейки. Раковые шейки, они в рассоле, да, соответственно, не дают определенную сочность салату. Заправляется салат домашним майонезом. На один желток нужно добавить немного соли и сахара, ложку горчицы и лимонного сока, взбить до однородного состояния. После влить растительное масло, примерно 100 граммов на желток и взбить погружным блендером вновь. На украшение салата идут красная икра, вареные перепелиные яйца. Выглядят они симпатичнее обычных. И зелень молодого редиса. Готовое блюдо аппетитно укладывается в лодочке из авокадо, предварительно запеченном на гриле. Важно, чтобы плод авокадо был спелым. В наших магазинах в основном оно всегда деревянное. Не бойтесь, берите, его можно дозревать. То есть берете зеленое яблоко, авокадо и куда-нибудь в темное место рядом ставите. Через два дня оно у вас будет спелое. Нетрадиционный новогодний оливье готов за 15 минут. И самые главные ингредиенты, что используются в салате, продаются в обычном продуктовом магазине. Выходят недорого. Кстати, раковые шейки при желании можно смело заменить на креветки и другие морепродукты. Вкус салата будет немного другим, но сочности от этого он не потеряет. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.